над работой корпусом, над работой сторонами, добавляли в себя объемы, углов, всяких разных красивостей. Работа над мальчиками, над девочками, в общем, всем было на чем стараться. Мальчики, мы были первые. То есть мы, например, обычно анкор степ после пушбрейка делали следующее. Раз, два, три, четыре. Оставляли ножки вот в такой позиции, то есть наш брутальный анкор степ. Я на пять возвращал вес на правую ножку, специально корпус не разворачиваю, но коленочек и носочек смотрят в диагональку. Корпус естественным образом туда будет разворачиваться, если я не буду его специально зажимать. Небольшой угол держим. Дальше. И возвращаюсь. И вот на шесть беру себя за ремень сзади, вот не по центру, а вот сбоку. И начинаю себя вот тянуть вот в дальнюю диагональку. Шесть. И вот за этим ремнем у меня разворачивается бедро. За бедром разворачивается вся сторона. Да, мальчишки, вы дверь. То есть плечо и бедро... На одной линии. Да, на одной линии. То есть оно вот так вот не ходит, то есть полностью что с этой стороны, что с этой. Затем партнер. На счет раз я должен повести партнершу. Я сейчас разведу это повести. Мне нужно собраться, поэтому я дверь, я закрываюсь в другую сторону. Раз. В принципе, у меня плечо еще немножко остается к партнерке, потому что за один счет я не успеваю закрыться. Я на два продолжаю закрываться. Два. Опять-таки, даже такая же собственная дверь. Да, то есть полностью всем кусочком. И на три я выравниваю, встречая партнершу. Три и четыре. Снова пять и шесть. Раз, два, три, четыре. Пять и шесть. Раз, два, три, четыре. Пять и шесть. Девочки. Девочки, мы различали, да, хвостики и, соответственно, вверх. Да, сначала таким образом у нас происходит файл. Тогда мы уходим на интерстек. Мы также подключаем наши диагоналики. Да, на пять, да, вот насколько натурально у вас в сторону носочка разворачивается корпус. Так и оставляю себя вот в этом повороте. И не доношу вес, чтобы я не довернула, да, то есть такой вот, он очень маленький. И вот на шесть, то, что мы делаем на разминочках, да, я сажаю туда хвостик, да, то есть мы, собственно, с полусогнутых ножек это сделаем, просаживаем и бедро достаем. Вот здесь очень неудобно. Я закрываю бедро, колено, носок у меня смотрят все еще вперед. Мне нужна помощь партнера, который меня оттуда достанет. То есть чуть-чуть побыстрее. То есть хвостик у нас делает вот такую штуку. Два, три, полстеп, пять и хвостик. Раз, два, три, полстеп, пять и хвостик. Да, то, что мы делаем на разминочках, да, вот наши коленочки, мы сажаем, достаем, сажаем, достаем. То есть вот это движение, то есть нам нужно в этом бедро, да, то есть оно у нас на шесть включается. То, что мы делаем верхом, да, то есть вот здесь вот если так вот срезать, да, как на столе, да, то есть рисуем восьмерку вот отсюда, вот от центра, да, то есть и так же рисуем назад, да, то есть назад, назад, да, вот таким вот образом. То есть вот это все нам надо уложить на наш трипл степ. Верхом сложнее, да, поэтому когда мы это все дело укладываем на трипл, да, вот у меня обычный трипл степ, мой анкор степ, когда я ухожу своей ножкой левой назад на пять, у меня идет на скручивание. То есть восьмерка получается вот, она вот маленькая, как будто такая, бум, большая, да, но только она лежит на столе. То есть у меня сначала уходит на скручивание корпус, да, то есть вот я проваливаю туда себя пять, да, и выравниваю на шесть, когда у меня вот этот большой хвостик, да, то есть я разворачиваю себя, да, и так же центром, вот, бедрышки здесь уже не работают, работает больше вверх. Убираю себя, соответственно, вот на эту вот, заканчиваю восьмерочку, да, пять и шесть, да, еще раночка, пять и шесть. Это корпус, стяной, пять и шесть, пять и шесть, вернулись, пять и шесть. То есть вот в этом месте, да, то есть палец, соответственно, таким образом выглядит, раз, два, три и четыре, пять и шесть, и раз, два, три и четыре, пять и шесть, и раз, два, три и четыре, пять и шесть. Давайте я заведюшку.